Какая первая мысль пришла в голову, когда узнал, что принимаешь участие в конкурсе по врускам сверху? Что это круто, что надо выигрывать и что есть возможность посмотреть Морз Звезд. Для тебя участие в подобных конкурсах уже не в новинку. То есть расскажи, пожалуйста, о предыдущих конкурсах, в которых ты принимал участие. То есть ты даже выигрывал один из них. Ну, пару слов буквально. Расскажи об этом. Ну, если так конкретно говорить, то в предыдущих конкурсах участники были немного так послабее, чем в Суперлиге. И я там не такие особенные какие-то трюки показывал, просто обычные там мельницы и все такое. Ну, так. Здесь, я думаю, будет намного посложнее. Ты уже подготовил какую-нибудь данку или несколько данков, которыми сможешь удивить публику во дворце спорта? Ну, я пока настраиваюсь только на Николаев. А после Николаева уже с моими товарищами по команде будем думать. А кто тебе советчик в команде? Ну, мы всей командой соберемся и подумаем. А кто является для тебя вообще примером в бросках сверху? Примером в бросках сверху? Ну, я же не знаю. Я знаю многих. Но вот в той же Суперлиге мне нравится, как мой противник будет... Как он забивает сверху, Калл Пеппер. Вот мне нравится его кружок. Такая легкость. Ты считаешь, Калл Пеппер, лучшим игроком в этом компоненте? Это мы посмотрим еще после конкурса. Ну, в конце. Какая для тебя вообще цель в этом компоненте? Цель, ну... Обязательно победить, развлечься, кого-то удивить или что? Ну, вообще, первая цель это как бы сделать какое-то шоу. Ну, и хотелось бы, конечно, выиграть. Самым серьезным соперником кого? Калл Пеппер, считаешь? Ну, да, Калл Пеппер, Гудридж. Брайан Гринкер, который прошлом году выиграл, тоже серьезный полк. Да. Ну, и украинские парни тоже непростые. Мы желаем тебе успехов. Спасибо. Сначала в матче с Николаем, а потом уже на матче здесь. Спасибо.